Термоядерный приветик, с вами плейбой атомный и игрушка Гига-соблазнитель, которая создает много комплексов. А я рассказываю о том, как на самом деле встречаться с девушками, как это делать более просто, комфортно и без всяких загонок. Рассказать про свой день, сказать, что ты тоже не следишь за фигурой, а не следят за фигурой. И причем очень серьезно, как в армии. Считайте, фотомодель это, считай, женская армия. Там все очень жестко и серьезно, поэтому это вранье будет. И тут много такого говорит, что полностью противоречит тому, что на самом деле. Сказать, что с одной стороны это плохо, но с другой она сует в рот все подряд. Это, конечно, нет, не пойдет. Слишком грубо. Игриво заметить, что по ним нельзя сказать, что они любят фастфуд. Зачем? Комплименты им не надо нести. Они и так знают, что они офигенные. Чем больше комплиментов вы их будешь говорить, тем ниже будешь вставать в их глаза. Если девушка красиво сказал, что красиво, ну, какой-то можно комплимент сказать, но не постоянно. Он уже много им наговорил комплиментов. Рассказать про то, что ты веган и попытаться склонить их к вегетарианству. Забавно, забавно. Ну, если вы веган, вы можете об этом говорить. Но лучше, конечно, тогда веганы намного легче встречаются с девушками из сферы психологии. Или там эзотерические какие-то на разные такие семинары. Типа там практика каких-то там медитаций, танцующих чаш, или, скажем, гештальт-группа. Вот там вегана запросто примут, и он запросто встретит свою девушку. В клубе нет, если начать об этом говорить. Рассказать про свой день, сказать, что тоже не следишь за фигурой. Или вы заметите, что нельзя сказать, что не любят фастфуд. Я не знаю, мне ни один из этих вариантов не нравится. Я бы тесты провел, например, вот по тестам, которые он в прошлый раз на хороших подруг. Во-первых, он соврал, потому что девушки будут знать, хорошие подруги, каким шампунем они пользуются. Потому что хорошие подруги бывали друг у друга в гостях. Я даже вам расскажу больше. Знаете, чем занимаются хорошие подруги друг с другом? В 50% девушек, которых вы в классе видели, в университете, они с друг другом танцуют стриптиз, целуются, зажимаются и учат, как бы, соблазнить лучше парней. Вот в чем они занимаются. Поэтому, если они лучшие подруги, они вместе целовались, они перед другом стриптиз танцевали, и обсуждали еще, какую порнушку смотрели, какой парень, и что нравится им. Поэтому это не лучшие подруги. Это я не знаю, почему они вместе пошли, но по тому, как они себя ведут, это понятно, что это достаточно далекие девушки друг от друга. Не знают ни о шампуне, ни о чем таком. Поэтому он соврал. Просто, чтобы не ставить, наверное, их в неудобную ситуацию. И тут много таких моментов, где он их ставит в неудобную ситуацию. То есть они не настолько умные, они пользуются инстаграмом, и они, в принципе, они дурочки. Они красивые дурочки. Вот две красивые дурочки. А он говорит, что они такие умные, такие предметы, вы так старались. Абсолютная чушь, это не надо делать такой штуки. Ну, он вот так вот поступал. Сказать, что ты тоже не следишь за фигурой. Не знаю, мне не нравится никакое из этих вариантов. Я бы ни один не выбрал бы. Я бы проходил дальше свои психологические тестики. Шел бы еще несколько штук. На этих тестах можно около часа-двух времени держать. Вот чисто тестами. У меня было на одной из вечеринок, я начал эти тесты проводить, и все девчонки на вечеринке сидели вокруг меня и слушали эти тесты. И отвечали вопросы, все. Каждый рассказывал там, что и как, о чем это значит. Все это, короче, в итоге, благодаря этим тестам, я стал центром вечеринки. Поэтому, если вы знаете такие тестики, пользуйтесь ими. Действительно, это девушкам очень нравится. Это позволяет вам классно провести время, многое узнать о девушках и даже стать в центре компании. Хорошие. Вот с тестиками психологическими это девушкам реально по кайфу им это нравится. Давай расскажем про свой день. Я проснулся около 10. Нет, думаю, это действительно дебильно. Ну или около того, и еще какое-то время провел в комнату. Потом пошел в другую комнату, и у меня там в телевизоре есть PlayStation. И, понятное дело, я играл, вышел на Assassin's Creed, вы играли в нее? Зря очень крутая игрушка. Главный персонаж там такой классный. Вы знаете, о чем это? Ну да, немного. Да, надо убивать людей. Я уже в последнем уровне, так что осталось всего где-то три миссии. Все возможные трофеи. И с этим все пока было. Значит, это все, что тебя интересует? Интересно, это всего два часа. Потом поел немного еды, потом что-то еще. Значит, поел, принял ванну. И когда я был в ванне, слушал аудиокнигу и так далее. Эволюция всего, очень интересно. Там обо всем, ну не знаю, о том науке, по экономике, вообще обо всем остальном. Окей, поэтому, потом что я делал после этого? Тепло было, да? Потом я пошел в парк, прогулался, очень интересно встретился с мамой. Очень хороший день. Кажется, еще перекусил, да. Такие подробности вообще не есть. Нет, это крутой торт. Только там один слой еще с фисташками. Великолепно. Вам нравятся фисташки? Да, и то и то. Больше всего кеши. Да, это, наверное, потому что фисташки часто... Блин, я уже потерял, я не успеваю читать. В этой ситуации ты мог сделать что-то плохое. Это неплохой выбор, но и не лучший. Снова-таки, он рассказывал по дебилям. Понимаете, одну и ту же тему можно рассказать актуально для этой ситуации и не актуально. Вот, допустим, рассказать, как актуально. Вот из того же, что он рассказал, что бы рассказал бы я, и это получилось бы клево в тему. Я бы рассказал бы про то, как я в душе был. Что я в этом душе... Ну, не без подробностей, но я бы сказал бы, что в душе клево помылся, у меня такой-то шампунь. Вот вам какой нравится там шампунь, допустим, с пенкой, без пенки, что-нибудь, ну, по ванне спросил бы, поговорил бы на эту тему. Про душ бы я сказал бы, про тортик я сказал бы, и все. Ну, то есть, можно рассказать о своем дне, о той же теме по-другому, и это будет более актуально и интересно. Это все делается на основе понимания, чего хочет девушка, и на какую тему сводить. Вот почему я взял именно про ванну рассказать. Потому что эта девушка демонстрирует свои сиськи. Она пришла познакомиться и перепихнуться. Давайте не будем стесняться, скромничать, как-то говорить, нет, девушки не такие, да, она пришла для этого. И поэтому я говорю про ванну, потому что это приближает к теме голого меня, это ближе к сексуальности. Поэтому про это я упомяну. Торт и кексик, это мило, это забавно. Я бы что-то другое рассказал бы, еще связанное с милыми вещами, например, что я познакомился с ними, и классно здесь наконец-то расслабиться. То есть я тоже рассказываю про день свой. Я беру те же ситуации, которые взял он, но я более интересно это расскажу. В той же самой ситуации. То есть тема не так важна, актуальна эта тема. И вот то, про что вы рассказываете, это относится к желаниям девушки и к вашим желаниям. Потому что даже можно физику рассказывать, но это к сексуальным подтекстам рассказывать. И таким вот, что, допустим, физика, блин, я не знаю, как физику в сексуальном контексте рассказать, но это возможно. Каким образом это интересно рассказать? Даже я задумался. Допустим, был такой ученый, Глушков, советский ракетчик. Так вот, у него было две жены. Представляете? И все в партии знали об этом и поздравляли и одну, и вторую жену. Вначале жена стала любовницей. Там интересный момент, они познакомились каким образом. То есть он на работе ходил, и этой девушке он нравился. Она секретаршей была. Он приходил, приходил, а ей он очень нравился. Когда-то она сказала, вы такой классный, вы такой правильный. Все это в этот момент, я не совсем правильный. И после этого они стали встречаться, и она стала его любовницей, а потом второй женой. И он тоже обеспечивал ее семью. То есть здесь, это более интересно, не совсем сексуально, можно было бы еще более сексуально сказать, но это как физику, космонавтику, и больше о отношениях, о сексуальности говорил. То, что было бы, в принципе, этим девушкам интересно узнать. Более-менее. Не идеально. Такая себе, знаете, такая себе фраза, такой себе тема для разговора. Но, видите, обставил вроде как космонавтику и физику, скучную тему, но вставил в контекст того, что интересно этой девушке. Сфокоритетизироваться на девушке, которая тебе нравится, игнорируйте ее подругу. Нет. В пикапе правильно говорят. Некоторые мысли все-таки, несмотря на то, что пикап разрушительная вещь, но время от времени там тоже говорят правильные вещи. Нет абсолютного зла или абсолютного добра. Просто негатива в пикапе больше, чем позитивных вещей. Но общаться стоит с обоими девушками. И вы можете удивиться, но вы можете потом встречаться с обоими девушками. У меня такие ситуации были. Тяжело, даже когда девушке, обоим девушкам нравишься, тяжело их вместе соблазнить. Но по очереди соблазняться, такая ситуация весьма распространенная и может получиться. Поэтому вторая девушка, она тоже милая. она не такая раскомплекционная. Если с вот этой можно буквально в этот вечер уйти и развлечься, то с вот этой через вечер или через два вполне можно будет тоже встретиться и развлечься. Причем те девушки, с которыми я встречался с обоими подругами, они знали, что я и с той, и с другой встречаюсь. Но они делали вид, что типа это не понимают. То есть, ну вот так вот оно в реальности происходит. У меня несколько таких раз было. Были ситуации, когда я нравился обоим подругам, но я стал с одной встречаться, другая отошла. Ей тоже нравился, но она не хотела в отношения идти, потому что типа как бы предательство своей подруге. Не хотела предавать. Пожалуйста. Тоже бывает и верность, и разные ситуации по этому. По-разному. Было на мастер-классе каком-то по комплексам как раз раскомплексоваться. Два ситуации. В одной было танцевательная терапия, где я с девушкой даже ничего не говорил, и мы сразу начали целоваться. Вот мы подошли к танцам и сразу начали друг с другом целоваться. Ничего не говоря. Зажиматься. Ну, потом уехали и понятно. Все прочее. Встречались еще несколько раз. Она замужняя была, поэтому, да, такая ситуация. Ну, ничего. И другая ситуация была, когда то есть с этой мы познакомились вот так вот. Еще какая-то, блин, вылетела из головы сейчас. Тоже мы особо... А, да-да-да. Были две подружки и там был тренинг по тому, чтобы раскомплексов комплексы свои проработать. Мы сразу начали с этими подружками целоваться и их лапал за сиськи. Им это нравилось. Вот. Они продолжали, еще и поддерживали меня за попку лапали. Вот так вот. То есть мы не знали друг друга. Вот так, хоп, сразу и пошло дело. Поэтому все от ситуации зависит. Здесь стоит разговаривать с обоями. С одной стороны, потому что если второй будет скучно, она постарается закруглить диалог и будет мешать отношениям. А с другой стороны, можно вполне с двумя потом встречаться. Поэтому тут смотреть. Вот почему не подход сразу всех в постель затянуть? Нет. А смотреть, как далеко это пройдет. То есть вот получится ли с этой девушкой прямо сегодня уйти сексом заниматься? Получится замечательно. Вот. Хорошо получилось. Если какой-то косяк будет, если вдруг она начнет какую-то дичь нести или не понравится, или она предложит, например, мне не нравится секс в туалете, да, особенно в клубном туалете. Они зачастую грязные, отвратительные. Были ситуации, когда мне предлагали секс в парке, секс в туалете, но мне это не понравилось. Вот. И, соответственно, я отказал. Секс в туалете кафешки хороший, там где хороший ремонт, все это, это допустимо для меня. А вот клубные, по крайней мере, те клубы, в которых я был, там отвратительно все было, поэтому нет. И снова-таки посмотреть, получится, не получится. С другой получится что-то позже. У меня было свидание, например, на пляже интересное, когда я вышел, познакомился с двумя девчонками, и одна была вроде как более сексуально она себя вела, но в итоге у меня раньше получились сексуальные отношения с другой девчонкой. Вот. Та, которая чуть-чуть поскромнее была, но она посмотрела, как подружка себя раскомплекционно ведет и сама потом перешла, мы раньше с ней переспали, вот, чем с подружкой. Так что, такие ситуации были. Так, уделять равное внимание обеим девушкам, я бы выбрал бы вот этот. Уделять немного больше внимания девушке, которая тебе нравится, сфокусироваться на девушке, которая тебе нравится, игнорировать ее под руку. Нет, равное внимание. Не то, чтобы ты эти все испортишь, но это не лучший ход, потому что тебе нужно дать им понять, какая из них тебе нравится. Обе нравятся. Так чем же вы девочке обычно занимаетесь, как вы любите тебя? Я ужасно люблю танцевать. Ужасно танцевать? Не говори так. Как классно подколоть. Я ужасно люблю танцевать. Да, здорово, понятно. Что еще? Я люблю ходить в спортзал. Понятно, классно. Как это значит тебе? У меня много интересов. О, это значит никаких интересов. Нравится смотреть фильмы и всякие тиви-шоу. Я просто банатик. И мне очень нравится играть со своей собакой. И был такой этот самый психолог и социолог в США Кинси его звали. Он проводил социологические исследования по сексуальной жизни людей. И вначале все подняли типа аплодисменты, какой он крутой, какой классной штуки делает. А потом, когда он начал вскрывать те вещи, о которых не принято было говорить и те вещи, которые по его исследованиям 30% девушек имели сексуальные отношения с животными домашними. Поэтому и вот в каждом классе будет 2-3 девчонки, у которых были либо отношения с животными домашними, либо сексуальные отношения с родственниками. Брат, дядя, отец, прочие вещи. Да, это не говорится, но на самом деле так. Так, в реальной жизни около 30% и у парней какие-то всякие такие штуки, и у девушек. Если взять, допустим, типичную университетскую группу, 30 человек, 15 девушек, вот из этих 15 девушек у троих было либо что-то связанное с собаками, ну, то есть, домашними животными, собака, кошка, еще что-то, либо с родственниками у троих. У половины были лесбийские отношения, но никто об этом не говорит. Это реальная жизнь. И понимаете, вот насколько вы воспринимаете, какие девушки, и какие они на самом деле. Вот у этих двух девчонок вполне могли быть лесбийские какие-то отношения. они достаточно близко сидят, хотя у тех, у которых сексуальные отношения девушек, они еще ближе бывают. Вот. Вот так вот. И это достаточно распространено. Инцест, это весьма распространенные ситуации, и психологи с этими ситуациями работают, никаких оскорблений. Понимаете, в чем дело? Вот сейчас я сказал это на широкую аудиторию, а большинство аудиторий, они закомплексованы, зажаты и слишком жестоки. К сожалению, вы понимаете, жестокость никак не поможет тем людям, у которых были вот такие проблемы или такие ситуации. Они и так себя чувствуют дискомфортно, им и так плохо, они и так стыдятся. Поэтому еще глубже наезжать, портить жизнь, это стоит как-то исправить, и чтобы перевести их в нормальные отношения. Вот это задача психологов. И с таким работать нужно. Поэтому бывает такое. То, что она про собаку сказала, стоит задуматься над этим. Может быть. Может быть. Уточнить, имеет ли она в виду подыграть секс с собакой? Она, конечно, не признается. Ну, кто признается? Никто. Даже все маструбируют, и все скажут, нет, никто не маструбил. Сейчас вот ребята, кто смотрит, или девушки, кто из вас маструбировал, на кого и когда в последний раз. В интернете еще можно написать, потому что там под вымышленными именами. А вот так в реальной жизни все маструбируют, и все врут, что нет. Редко можно встретить тех, кто может сказать, да, знаете, на самом деле так. У психологов, кстати, классно тем, что были такие кружки, когда собирались девушки, парни на психологическое мероприятие и общаются на тему сексуальности. Девушки и парни тоже говорили о том, что да, мы маструбируем. Вот так вот. И как это реагируют другие. В психологическом кругу, конечно, можно говорить о гораздо более откровенных и честных вещах, и это принимается без каких-то оскорблений, наездов и жестокости. Ну, а в интернете нельзя настолько быть откровенным. Я даже, наверное, превысил тот порог откровенности, который может быть в интернете допустим. Но такова реальность. Уточнить, имеет ли она в виду подыграть секс с собакой? Возможно. Возможно, но она не признается. Тем более при подруге. Ты что? Наедине, если с ней общаться, если будешь ее парнем, тогда можно выяснить, эту ситуацию в тех вещах. Раньше нет. Сказать, что это мило и что люди с домашними животными более заботливые. Не знаю, нет. Сказать, что у тебя есть рыбки. Нормальная фраза, если действительно есть рыбки. Сказать, что тебе нравятся собачьи бои. Нет. Жестокость. Девушки не любят жестокость. Есть категория маленькая, которым нормально это все. Но большинство нет. Поэтому собачьи бои нет. У нее, скорее всего, маленькая какая-то собачка. Потому что красивые девушки любят маленьких собачек. Часто. Сказать, что это мило и что люди с домашними животными более заботливыми. Сказать, что у тебя рыбки. Ну да, здорово, здорово. У меня никогда не было собаки. У меня был борт. А теперь у меня есть рыбки. Понятно. Большой аквариум. И у меня даже 24 рыбки. Наверное, да. И некоторые из них плавают с дайками. И некоторые рыбки, есть рыбка-клон. Знаешь, таких. Еще есть три голубые рыбки. Они такие очень быстро плавают. А еще они придумывали как мило. Кормили три раза в день. В корпусе такие шарики. Очень интересно. Расскажи еще подробнее. Да, конечно. Так у меня есть другие рыбки еще. Одну назову Аня. Вообще-то, подожди, подожди. Я пошутил. Да-да, тебе не нравятся рыбки? Нет, ей нравятся собачки. Окей. Поговорим о науке. Этим ты загоняешь себя в ловушку. Это прямой путь к тому, чтобы быть отвергнутым. Если она поднимает какую-то тему, развивай ее, найди общее между вами. а ты может быть и это неинтересно ей ничего. Если ты хочешь, побереги это до момента, когда ты полностью узнал ее. Например, любовь к собакам. Послушай, можно попросить свою подругу не болтать так много? Она просто говорит, она всегда такая О чем это он? Шучу, конечно же, она вообще мало говорит. Очень милая, прелестная девушка. Нет, когда говорит недостаток, а потом милая, ничего такого. Хорошего в этом нет. Я использую другую штуку. Я, когда говорю какие-то недостатки, я всегда говорю и те настоящие черты, которые в человеке хороши. То есть, ну, это компенсирует. Недостатки не всем нравится говорить, поэтому я прямо говорю о достоинствах и недостатках людей. Если я считаю, что у человека есть какой-то недостаток, я говорю об этом недостатке. Допустим, кому-то что? Ты слишком наглый. Вот так и скажу. Если ситуация такая. Если он спрашивает, допустим, а как ты меня находишь? Я скажу, у тебя сильные черты те-то-те-то. Ну, допустим, ты спортом занимаешься, это круто. Вот. Допустим, ты танцами занимаешься, это тоже классно, девушкам это нравится. Клево. Но ты наглый. Я считаю это твоим недостатком. Вот такое мое мнение. То есть, вот так вот скажу. Поэтому, а здесь он так, он говорит недостаток, а потом типа, ну ты милая, ну ты милая, тут ни о чем. Это ни о чем не говорит. Про рыбки, снова-таки, можно рассказать о своих домашних животных по-другому. Он как-то это по-криповому говорит. Помогите, одну и ту же тему можно рассказать крипово, а можно по-нормальному рассказать. Можно, например, начать рассказывать, у меня есть рыбка, например, золотая рыбка, ей такой-то возраст, она питается тем-то, тем-то. Я смотрел научные энциклопедии, рыбка вырастает до такого-то размера, вот, она может съесть такой корм, такой, она боится того-то. Это скучно, понимаете? Это ни о чем. Я рассказываю о рыбках, и это неинтересно, это скучно. А можно же сказать, у меня такая есть рыбка, золотая, блестящая, классно смотрится, вот, знаете, приятно. Ну, все, кто заходят, всегда обращают внимание на эту золотую рыбку. Возможно, я назову эту золотую рыбку кого-то из вас. Вы бы хотели, чтобы я назвал свою рыбку? И послушайте, они могут сказать да, они могут сказать нет. Нет так нет, хорошо. А еще у меня там есть рыбка клоун, забавная рыбка, поэтому, ну, вот таким образом рассказать. У меня был кот, поэтому я бы рассказывал бы о коте. Персидский кот, пушистый такой, беленький, баркатун его звали. И смотрите, как я рассказываю о своем домашнем животном. И почему его мы называем баркатуном? Потому что он любит урчать, он постоянно ложится, и такой, урр, урр, урчит. Очень ручной котик, классно его погладить. Наверное, миленький. А у тебя какая собачка, миленькая, маленькая, какой породы? Не совсем, вот сейчас послушаем, не совсем идеально это я сказал. Ну, То есть, по-другому. Я не говорил о том, что у меня кот такого-то размера, он питается тем-то, тем-то, он срет тогда-то, так-то. Можно рассказать о коте, как он срет. То есть, он срет регулярно, таким-то цветом, и вы понимаете, это уже крипово. Это уже крипово, как говорится. Одна и та же тема, но рассказана совсем по-разному. Поэтому не в теме суть. Суть в том, как рассказывать, и о чем говорите. Главная мысль вашего разговора. Вы что пытаетесь своим разговором показать? Вот о чем. Вот как вы пересказывали какие-то тексты, читали какие-то там, эти, литературу в школе. Там же главная мысль в каждом тексте есть, как вот, например, легенда об Экаре. Там главная мысль, о том, что если слишком стремиться к солнцу, к высоте, то можно расплавить, к мечте, можно расплавить крылья и вообще погибнуть. Вот это главная мысль этого рассказа. Вот точно так же, когда вы что-то рассказываете, у вас тоже есть главная мысль. О чем вы рассказываете? Для чего вы рассказываете? Потому что о том, как кот сходил покакать, о чем это? А когда вы рассказываете, что у вас пушистый милый кот, его зовут Баркатун, он любит урчать, он очень тепленький, любит лечь вот так на грудь, вот и греть. Кстати, про грудь это классная тема, потому что у него выделены сиськи и девушки, первое, что девушки любят показать, когда раздеваются, это грудь. Еще бывают девушки, которые любят ноги показать, но чаще всего они любят показать свои сиськи. Поэтому, когда про теплого кота на груди говоришь, это приятные ощущения для девушек, приятные ассоциации. Поэтому потом можно про ее собачку спросить, как ее зовут, что она делает. Дотронуться под предлогом проверки ее мускул. Можно, но это странно. Вы об этом не разговаривали, о мускулах. Дотронуться можно по другой теме. Там, допустим, показать что-нибудь. Посмотреть, если что-то интересует. В клубе есть что-то интересное, смешная какая-то ситуация. Можно дотронуться ладошкой, смотреть, вот туда посмотри. Дотронуться, посмотреть. И посмотреть не для того, чтобы что-то там, знаете, сразу ее соблазнить или все. А посмотреть на то, как она реагирует касанием. Если девушка хорошо к вам настроена и готова сближаться, она хорошо отреагирует касанием и даже сама постарается приблизиться и тоже касаться. Если она не хочет касаться, все, значит вы понимаете, что вы еще не на том этапе и продолжаете делать. Вот у меня отличительная черта, то, что у меня много вещей таких, которые тестовые. То есть я проверяю, чего девушка хочет, чего не хочет. И это такие вещи очень простые и незаметные. То есть вот, допустим, я коснулся ее ладошки, показал, смотри, как прикольно, допустим, оделся чувак или у девушки классное платье. В принципе, красивые платья у вас обоих, вот что-то в таком ракурсе. Показать, допустим, классно жонглирует бармен вот этими коктейлями или какой бы коктейль вы бы выпили, что-нибудь такое. То есть любой вопрос какой-то, просто суть не в том, что задаешь. Предлог можно найти какой-то. Или спросить, вот коснуться ее, какое вино тебе нравится. Суть, любой вопрос можно задать. Все, что, вот вам в глаза что-то бросилось, что интересное, вызывает какую-то интересную ассоциацию, смешное или красивое. Вы просто показали, вот что ты думаешь по этому поводу, как тебе это шампанское. Отличный вопрос. Прикоснулся, вот там про платье неудачный был вариант, да, я потом понял. А вот прикоснуться, показать на бокал, как тебе это шампанское посмотреть. Суть в том, что вы прикасаетесь для того, чтобы посмотреть. Девушка хочет с вами сблизиться, касаться или не хочет. И касаться каким? Тыльной стороной ладошки. То есть не самой ладонью, а тыльной стороной. Провести, прикоснуться, все это. Это нормально, это не оскорбить никак ее по этому, и посмотреть, как она реагирует. Если она хорошо реагирует, сближаться. Не хорошо реагирует, не сближаться, отдалиться чуть-чуть. Вот так вот. Это смотрится так. Дотронуться под предлогом. И потом, сейчас я говорю, все вот эти штуки, они кажутся сложными, они кажутся тяжелыми. Вот это все контролировать, на все обращать внимание, как это сложно. Давайте я вам опишу, как человек ходит. Он поднимает одну ногу, потом вторую, сгибает, вернее, одну ногу, сгибает ее в колени, немного нагибает свою стопу. Если описывать, как ходить, это очень сложный процесс. И какое-то время, когда мы учились, ходить было тяжело. Но потом мы научились, это все перешло в автомат, и многие вещи делаются легко, даже не задумываясь. Точно так же и общение с девушками, и свидание отношений. В начале это будет сложно, это будет медленно учиться, все не запоминать, не проконтролировать, но постепенно, постепенно к этому привыкаешь, и все происходит на автомате. Вот многие штуки, которые я рассказываю, я это делаю быстро, на автомате и легко. Даже не задумываясь, потому что все это уже отработано. Когда вы чего-то отработали, вот даже сборка-разборка автомата. Почему в армии, например, задрачивают солдат, чтобы они по 100 раз собирали, разбирали автоматы, целый день собирали, разбирали автомат, чтобы они это научили на автомате. И потом уже под конец службы сборка-разборка автомата, они начинают вот это выпендриваться, кто быстрее соберет, кто медленнее, кто с завязанными глазами, кто задом наперед. Потому что просто собирать автомат уже становится очень легко. Они столько раз это тренировались и делали, что все просто стало для них. И точно так же с отношениями, встречанием с девушками. Вначале это тяжело, а потом, поскольку вы учитесь постепенно, все это, можете стесняться, комплексовать, оно все становится спокойнее, спокойнее, спокойнее и легче автоматически. Поэтому вот так вот объяснил. Ну, а дальше продолжим уже в следующем эпизоде. С вами был плейбой атомный. Учитесь встречаться с девушками. А девушке учитесь встречаться с парнями. И будьте счастливы.